Итак, всем привет! Меня зовут Игорь. Группа «Достойные проекты ВКонтакте» и также на YouTube. В общем, 17 июня, как я и говорил ранее в видео, что открывается компания Evo Binary. Она как бы уже открыта, но идет перерегистрация в компанию в Дубае. Сейчас компания находится в Лиссабоне, то есть офисы, вся работа ведется оттуда. В общем, так, сегодня обсудим быстренько маркетинг, потому что пассивный маркетинг, я уже его предоставлял на YouTube, сейчас просто расскажу по бинару. Я скажу, что бинарный маркетинг, если кто знает, многие говорят, что это очень плохо сказывается на самой компании, на самом проекте, что вытягивание денег по бинару – это плохо для самой компании. Но здесь совсем другой бинар. Не такой, который из мыльного пузыря вам платится, допустим, с меньшей ноги. Здесь совсем по-другому. Итак, за лично приглашенного партнера вы, естественно, получаете 10%. Итак, это что касается по пассиву, это быстро. Пакет на 500, он приносит 81 евро ежемесячно в течение 12 месяцев. Дальше пакет 1500 евро, он приносит 270 евро. Пакет 3000 приносит 540. И пакет 9000 приносит 1620 ежемесячно в течение 12 месяцев. При любом раскладе вы свой депозит, который именно уходит в работу, это, допустим, с 500 уходит 300 в работу, с 1500 – 1000 уходит в работу, с 3000 – 2000 уходит депозит в работу, 1000 в маркетинг, и с депозита 9000 – 6000 уходит в работу по 27%. Остальные 3000 уходят в маркетинг. И вот эти 6000, вот эти 2000 в работе, которые, вы можете их забрать в любое время. То есть при достижении 3 месяцев, вы, допустим, при пакете 3000 евро, вы получаете 1620. И если вы уже там решили выйти с компанией, к примеру, ну, какой-то бывает форс-мажор, семейный, там, вы можете забрать свои 2000 евро, и 1620 – это вам в процессе 3 месяцев, ну, вы выводите и так. То есть вы забираете свои 2000, остаетесь в плюсе, там, где-то около 600, там, 20 евро. Вот, это я говорю о том, что здесь немножко такой, ну, человеческий маркетинг и администрация с пониманием, все это отнеслась. И так дальше. Что касается бинара. Бинара. Так. Что касается бонус-бонусов. За партнера по 500 долларов, вы получаете 20 евро. 20 евро. То есть, объясняю. Когда человек заходит на 500 евро, 300 уходит в работу по 27%, а 200 уходит в маркетинг. И вот именно с этих 200 вы получаете 10%. С 500 вы получаете 20 евро, с 1500 евро вы получаете за каждого партнера 50. Здесь 3000 вы получаете 100. И с 9000, кто заходит на пакет, вы получаете с этого партнера 300. Это реферальная система 10% от того разделения вашей суммы вклада. Вы получаете 10%. То есть, маркетинговые деньги, это маркетинговые деньги. Деньги, которые идут в работу по 27%, это другие деньги. Они никак не касаются вас. А касаются именно деньги маркетинга. Поэтому, вы когда заходите в компанию, вы уже оплачиваете весь этот маркетинг на целый год. Все. И деньги ни с чего не раздуваются. Ни с прибыли, ни с чего. Реально, деньги работают. Купил пакет, продал, разошлась по сети. Вот это распределение всей системы реферальной. Вот. Так, дальше. Дальше, что касается бинара, бинара, смотрите. С меньшей ноги 12%. Ну, это хороший, я считаю, такой. Средний, небольшой, но нормальный. Итак, за пакет 500 долларов у вас дается 24 поинта. 24 поинта это 24 евро. То есть, под вами заходит, допустим, вот смотрите. Человек зашел на пакет 3000 евро. Он получил под вами 120 поинтов. То есть, это вы, это ваш человек. 120 поинтов. Здесь люди зашли. Один зашел на 500 евро. У него, видите, 24 поинта. А другой зашел на 1500. У него 60 поинтов. И здесь то же самое. 120 поинтов. И здесь 120, и здесь 120. Вот и считайте. 360 поинтов здесь. 204 здесь. Берем 12% от меньшей ноги. Ну, 204 вы получаете 12%. То есть, это просто по бинару. Независимо от того, что вы получите отлично приглашенных 10%. И вы еще получите 12% с меньшей ноги. И это до бесконечности. Это можно сказать, что там, ну сколько там, 20 с лишним евро. Если небольшие деньги, но посмотрите, сколько это людей. А будет, естественно, что здесь поток людей гораздо больше. Поэтому всегда лучше в таких компаниях заходить как можно раньше, как можно ближе к людям, которые активны. Если вы подойдете к партнеру, который не активный, значит и будете сидеть с этим бинаром. Вы можете и построить свою там ногу, допустим, которую вы строите в бинаре, свою ногу. А это строит, допустим, спонсорское, переливы. То если от спонсора вы не получите переливы, то у вас не получится этого бинара. Вы просто получите за этих людей, за личников, получите просто свои эти 10% и будете жить на пассиве. Но это уже решать каждому своему. Дальше. Самый главный такой момент. Я об этом даже не мог задуматься, насколько это классно. Что такое резидуальный доход? Для нас на русскоязычном пространстве это пассивный доход. Пассивный это когда ты ничего не делаешь, допустим, и ты просто получаешь пассивно, как проценты. Вот закинул деньгой и получаешь проценты. Но здесь совсем по-другому. Вот смотрите. Эта табличка сделана при условии, что партнеры заходят, допустим, на 9000 евро пакет. И вот получается такой резидуальный. На первом уровне 4. То есть как линейный. Здесь идет линейный. Но вы смотрите. За 4 человека при пакете 9 евро. Но если у вас будут строиться структуры, люди будут заходить на 500 евро, на 1,5, то вы соответственно будете на первом уровне, получается здесь 4 человека. 4. Ну, может и больше быть. Но мы здесь приводим 4. Вот 4 здесь зашли на 9000 пакет. Вы получили 36, значит по 9. Это независимо от чего платится. Это не бинар. Это просто платится каждый месяц в течение года за каждый пакет купленного в вашей структуре. Это круто. Просто. Человек купил, допустим, ну, человека сколько? Так, зашли на 3000, допустим, евро. Вот у вас 4 человека. Вы получите 4. 4 умножить на 3. 12. То есть, ну не 36, это просто, я говорю, табличка сделана на 9000 евро. Как будто все на 9000 евро. Ну, естественно, такого не бывает. Ну, вот смотрите, если у вас будут люди заходить на полторы тысячи, значит по полтора евро вы получаете ежемесячно просто за то, что люди купили даже этот пакет. Независимо, когда там что-то. Они остаются получать свои деньги, вы получаете за каждого человека купленного пакет ежемесячно вот такие суммы. Вот. Все. Это резидуальный доход. То есть, такого как бы, ну, не везде есть, но он небольшой. Но, извините, там небольшие копеечки. Я говорю, если здесь с 9000, здесь, допустим, люди, вот самый такой ходовой будет пакет, я считаю, полторы-три. Ну, давайте возьмем три. Трехтысячный. Вот вы получите 3 евро. 4 умножить на 3. 12 здесь будет. 16 на 3. Это получается 48. Просто ежемесячно, даже если у вас будет в структуре 20 человек по 3000 евро, вы будете 48 евро ежемесячно просто получать за то, что люди купили этот пакет. 12 месяцев. Я считаю, это очень даже неплохо. Так, дальше. Что у нас еще может быть? Естественно, что компания работает с Visa MasterCard, банковский перевод. Также будет добавлено еще, ну, она уже как бы есть, сейчас обновляют новый кабинет, многие платежи просто сейчас нет. Сейчас 13 июня. 4 дня до самого старта. Вот. Тейлер, это обязательно. Будет e-payments. 2 Pay4U. Также это, я считаю, такая неплохая платежка. В общем, что еще можно сказать по маркетингу? У меня есть видео, где я расчет делал на 3000 евро более такой подробный. То есть, вы должны понимать, что если компания занимается там этой торговлей на Форекс, то ей не нужно постоянно дергать вот ее деньги. Поэтому, конечно, максимально компания обезопасила даже себя, разделив деньги маркетинговые на пассивные. То есть, маркетинг ушли и забыли. Люди пришли, получили по маркетингу. Все. Компания рассчиталась со всеми, распределение получилось по сети, по бинару. Все отлично. В общем, я хочу сказать, сейчас очень серьезно заходит лидер из Кайроса, из Хеликса и также люди, которые занимаются такими проектами, как Бион Пуш. Вот эти такие три сейчас основные на рынке. Хеликс, естественно, он уже забуксовал. Я думаю, это уже навсегда. Я так как бы больше, чем уверен. Но перспективу развития этой компании взяли на вооружение вот как раз-таки некоторые лидеры из Кайроса, из Хеликса и Бион Пуш. Поэтому для тех, кто еще не подумал, я считаю, как говорится, правило 1.10.90 оно существует всегда. То есть правило насыщения рынка. Поэтому сейчас идет правило насыщения рынка еще только 1%. Потому что еще о компании много кто не знает. А если кто и знает, то мало кто там верил. Потому что у людей еще предвзятое отношение к другим проектам, компаниям. Для тех, кто реагирует очень быстро, пожалуйста, добавляемся в Skype. Проказ можно даже зарегистрироваться будет во вторник. Это завтра будет презентация. Так что будьте на презентации, будьте всегда в теме. Не упускайте. Бывают такие шансы просто поучаствовать в такой компании. На первых двух лет можно реально очень хорошо заработать. Если вы помните такие компании как Telex Free. Многие люди даже говорят пускай пирамида, пускай она не пирамида. Честно сказать, компания принимает Visa Mastercard. Для вас это я скажу очень более даже и важно. Потому что в основном проекты компании работают Pazos, Trustpay, Paypal даже. Но по сути уже по опыту уже за последний год потеряно столько денег даже с Paz, которая уже практически не возвращает. Paypal вообще не возвращает. Очень за редкостью. Очень редко вариант. Там они очень отбор идет по проектам и по компаниям. Поэтому я говорю, что если вы услышали эту возможность используйте ее по максимуму. Потом чтобы не заходить как всегда через год и говорить, что трудно приглашать кого-то. Сейчас приглашать очень легко, потому что это сейчас будет тренд. Люди на отпусках у них есть время познакомиться, увидеть, как компания пробьет этот период лета, зиму, Новый год. И вы будете уже довольно успешны, если сейчас отреагируете на это предложение. Так что с вами был Игорь. Достойные проекты. Всем удачи! Продолжение следует...